Ежедневно на дороге курорта выходят сотни машин такси. При этом мало кто при заказе интересуется, имеет ли право данное авто и водитель осуществлять пассажирские перевозки. А ведь от этого напрямую зависит безопасность поездки. Закон, регулирующий сферу таксомоторного бизнеса, игнорируется многими водителями. Нелегальные перевозки явление массовое и сложно контролируемое. Распознать бомбил практически невозможно, но специалисты все же находят методы. На водителей составляют административные протоколы, выписывают штрафы, автомобиль отправляют на стоянку. А дальше судебное разбирательство. Лишиться колес можно на срок до двух месяцев, а после нескольких таких нарушений машину могут и вовсе конфисковать. С начала этого года проведено более 90 рейдовых мероприятий, изъято около 85 транспортных средств. Это означает, что фактически водители осуществляли деятельность по перевозке пассажиров легковыми такси без разрешительных документов. Если воспользоваться нелегальным перевозчиком, соответственно, человек не проходит медосмотр. Никто не знает технический осмотр, проведен этого автомобиля или нет. А легальный перевозчик, соответственно, каждый день проходит технический осмотр. Сергей несколько лет работает в такси. Пакет документов, осмотр медицинский и технический – обязательные условия для выхода на линию, которые водитель соблюдает исправно. Утром, приходя на базу, я прохожу медика, подаю машину на яму для осмотра механика. И при том, что я выходя на линию, я гарантирую безопасность пассажиров и исправность своего автомобиля. Это нелегалы. Ну, тут сказать, они ездят на свой страх. То есть неизвестно, на какой ямочке на наших дорогах у него отвалится колесо или не отвалится. В каждой машине, работающей легально, обязателен и пакет документов. Следят водители и за санитарным состоянием авто. При необходимости пассажиру предоставят и чек поездки. С утра выезжаю. Во-первых, на мойку заезжаю. Где-то что-то не дотерли, я сам подтираю все, чтобы машина чистенькая была, ухоженная. Ставлю все, как положено по знакам такси. Это значит, люстра и боковые шашечки. Между тем, серьезные наказания для нелегальных перевозчиков пока законодательно не предусмотрены. И сочинские власти выходят с предложением о внесении изменений в Краевой закон о деятельности таксомоторов, что позволит контролировать как налоговые поступления, так и безопасность самих перевозок.